Замечательно! Это Андрей на стуле, да, сидит у тебя? Ну, спилак у тебя лучше всего получился. Слушайте, так выразительно ты его сделал. Обратите внимание, в чем отличие. Тима не настолько высоко, лоб завален по чуть более острому лбу, но зато огромный затылок. Вот эта вот часть в антропологии так часто называют неандертальский шиньон. Поэтому объем мозга у неандертальца был меньше, чем у нас с вами? Нет, ты бы такой же будешь. Пожалуйста, не считайте, что чем мозги больше, тем человек умнее. Есть такая русская присловица. Лошадь и голова большая, а русская она мягкая, да? Ага. Ну, 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 ну. Давайте смотреть. Вот так, вот так, да? Обратите внимание, линия зубов подходит ли вплотную вот сюда? Да. Потому что у нас не человек, а каркадин. Да? Значит, короче. А плюс к этому эта линия вот такая рыбкая, а не волнкая, которая создана. И начинается с первого зуба. Прямо вот здесь. Это значит, от меня человек просто два из второго зуба. Так. Так. У него все. Ну, да, да. В смысле, пропорция нормальная только. Самая высокая точка и филипп тут здесь. А у вас она здесь, да? Ну там, по своему. Да, да, да. Да, да. Вот теперь все очень хорошо. О, стирать линия черепа надо. Еще раз. Стирать линия черепа надо? О, как славно! Ну, подождите, я гляну. Так. Вы знаете, вот на этом наброске я бы не стирал. Единственное, вот это бы я, конечно, стер, потому что это уточняющее линию. Вот так, да? А так очень славненько. Очень славненько получилось. Ну, у реального человека, как правило, могут быть люди и с таким затылком, как вы нарисовали. Но чаще все-таки затылок крупнее такой. Очень неплохо. Я бы этот рисунок оставил таким. Так. А следующее в качестве упражнения сделайте набросок черепа и рисунок человека, а потом уберите череп, чтобы получить лицо. Сейчас я это буду. Так. Ну, во-первых, это у вас очевидно, новорождение. Правда, это такое новорождение в страну новатый, со всеми зубами сразу, на все эти свечи. Да? В чем дело? То есть, таком обмене мозговой колокольчик не строится. Да, это что такое? Да, это ухо. Вот, уловая дуга, вот здесь, что это значит, так? Да, ладно. Мне же принципиально важно, особенно когда вы будете рисовать человека не со стиснутыми зубами. Ясно, что этот человек изо всех сил зажал зубы. Никому ничего не скажет. Вот тоже, что я имею в виду. Да? Да, пожалуйста. Если вы сделали такую губу, где столько мышц, то ваша губа, конечно, уехала вон туда. То есть, вы получили нормальный хобот. К слову, о том, как под формы костей можно рассоздать внешность. Но, знаете, хоботных людей мне не удавалось пока увидеть. Вот, я, конечно, пока мало увидел, что у нас есть. Конечно, ничего. Так, хорошо, значит, но все это таки время. Вот так, да? А вот этот вот участок чистится, все-таки потолочек. Вот так. Это значит, зубы где-то здесь. Ну, а потом, не бывает такой нежной челюсти, она просто отвалится. Представляете, что этот человек, этого ни в коем случае делать нельзя, по телевизору говорят правильно, не вредите зубам. Но вдруг этот человек решил погрызть орехи, да? Взял орехи, пробует его разгрызть. Вот он его сюда вложил, да? И нажал как следует. Вопрос, что с челюстью? Отвалится. Она просто вот так разломилась. По какой причине? А, понимаете, какая она тоненькая. Ну, а какое она усилие выдержит? Да она никакого усилия не выдержит. Значит, поэтому, если ваш череп такой, то челюсть все-таки вот такая. Вот такая челюсть, да? Хоть какое-то усилие выдержать может. Ну, вот так вот зубы ставят. Более-менее понятная идея? Хорошо. Ну, и попробуйте учесть эти поправки, когда будете в следующий раз на работе. Да, сейчас. Отлично. Вот у вас даже не ребенок, у вас новорожденный. Значит, ну, посмотрите, у вас что. Вот у вас мозговая капсула, да? И вот малюсенький-малюсенький челюстной отдел. Плюс к этому, это некоторая помесь между человеком и дельфином. Потому что, смотрите, куда у вас уехали носовые отверстия. Понятно, где у него нос может быть? У него нос где-то вот здесь. Ну, у дельфина носовой отверстия вот здесь, у нас, Соня, все-таки вот здесь. А вы прямо точно за середину. Значит, все-таки вот эта часть вот так. Договорились? Все-таки носовая вырезка ниже глазницы. Потом, если у вас мозговая коробка такая, то какой размер глазницы? Вы понимаете, что вы сделал человечек с вот такими глазками? Потому что глазик большего размера сюда категорически не влезет. Ну, просто маленькая ямка. Поэтому глазница, конечно, значительно более крупная. Хотя бы вот так. Хотя бы. Плюс к этому. Этот человек будет питаться только кефиром и там, я не знаю, чем еще, сгущенным молоком? Или он все-таки собирается что-нибудь жевать? Вот такой честь, что жевать категорически не выйдет. Значит. И это как минимум. Еще раз говорю, как минимум. Вот так. Вот скуловая дуга. Значит, вот здесь сустав нижней челюсти. Вот сама нижняя челюсть. Вот если приоткрыто немножко рот рисовать, будет что-нибудь вот в нибудь. вон туда. Вон туда. Скуловую дугу пониже опустить, а то что-то я размахался у меня. У самого огромное получилось. Вот что-нибудь в этом душе. Понятно? Значит, ну народ, вы уж все-таки, пожалуйста, нос в середину лба не впаиваете. Ну вы хотя бы немного на себя смотрите друг на друга, я не знаю. Так? Да. Значит, старайтесь представить себя, как в жизни будет выглядеть то, что вы изобразили. Челюсть – это не ложка. Такое тоже бородок, кстати. Видели когда-нибудь таких довольных жизнью дядек, у которых между одного подбородка раз подбородок, два подбородка, три подбородка и так далее. Так, сидел с водой. Челюсть – это не ложка. Вот так убили. Это уже наращивали. Уже такой вот. Прочитут, вы не слонуете. Такой слон, а тоже. Что понимаешь? Сейчас поднимется, вот что на полке. Сложить вот так, и не взять. Вот здесь он должен быть очень громко. Обратите внимание. Да-да-да-да-да. У вас на тыльной стороне руке шанс на тонко-копе. А можно подниматься, если кому-нибудь такой? Хорошо. Прочитут, чтобы она хорошо держалась. Все потяги? И после этого, если вы не начали, конечно, закручивать плюсовую трекцию, да? Я думаю, в этом случае вы можете сдалить до нуля. Но если вы просто вошли, поедите, толщину, то получите в голове на толщину с полкой. Нет, это мышцы хватило с полкой. У вас, вы знаете, кожа отдельная, а мышцы отдельные. Если вы попробуете захватить кожу здесь, на подбородке, вот, посерединке, у вас не вы, здесь мышцы очень плотно проросли, у нас они, на лице, мимическое сплошное. Мы можем менять выражение лица? Да. А почему это на чеках возникают то ямки, то щеки распрягаются, то поднимаются вверх глаза? Что двигает кожа на лице? Мышцы. Мышцы. Для этого они куда должны быть прикреплены? Один концом черепа, а второй кожа. Поэтому, когда вы здесь захватываете кожу, вы захватываете только кожу или кожу вместе с мышцами? Мышцы. Конечно, вместе с мышцами. Вот здесь прослое реально полное. Вот здесь нас такого нечего не много. Вас обманули. Так? Значит, наша подъязычная мускулатура она вот здесь в объеме между дугами челюстей. Так? Значит, в результате нижняя часть лица у человека конечно не так устроена. А как минимум вот так, да? То есть вот это безобразие убирает. Ну, ухо вы более-менее на место поставили, правда. У него другой наклон. Мочка будет прирастать чуть дальше от носа, а основание ухо наоборот ближе. Так, а теперь глазница. Ну, даже если вы так нарисовали глазницу, то разве так будет открываться веки? Сами подумайте. Смотри, что вы получили. Вы получили такой здоровый бессмысленный мешок. На месте нижнего века объясните, зачем он нужен. Да он сейчас не нужен никак, ни разу. Поэтому глазик, конечно, вот так. Вот он гладит. Вот верхняя века, вот твои реснички. Вот нижняя века, вот твои реснички. Вот глазик, вот так брук пойдет. хрящевая часть носа более крупная. Хрящевая часть более крупная. Да? А что? Череп. Вот. Вот теперь мы привели ухо вот здесь, конечно. Теперь мы привели этот череп более или менее соответствующим. скажите, пожалуйста, а носа у вашего человека совсем нет? Ага, смотри, какое расстояние между зубами верхней челюсти и самым ответственным просто сразу объясните, что вот здесь? а вот здесь у него должны быть тогда мышцы. А это, знаете, что размер губы у него примерно вот такой. Ага, и как мы такую систему будем называть? Вот вот здесь 2 на 3 вот эта губа, которая проросла от носа. Как надо называть ховод? Это небольшой ховод. Ховод на людей мне так не приходилось видеть. Это очень неплохо. Сейчас дадюш с этой стороны взгляну, узнаем, что ли? И понравится это. Посмотрели на доз? Смотри сюда. Соотношение высоты верхней через сей нижней. Ага. То есть здесь вот так, а здесь вот так. У вас какая-то исчезающая маленькая нижняя, но зато уж верхняя. Берешь в руку моешь лещу. вот так. Ну-ну-ну. Смотри, что вы сделали. Вы взяли на одну линию вывели основание черепа и нижнюю челюсть. Такого не бывает. Если у вас основание черепа вот так, то лицевой отдел вот сюда уедет. Вот так. Лоб у вас всегда немножечко выдвигается относительно приноси. вот так, да? Ну и если только у человека не упал, что-то еще дошелся этого. То вот такой формы затылка не бывает. Он все-таки получится. Вот так, да? Договорились? Ну, опять же, то же самое. Смотрите вон на доску, смотрите у себя. Так? Во-первых, вот эта часть нижней челюсти на доске приподнимается вверх или опускается вниз. Одна дуга вот такая. Ага. Так что, вот конец этой дуги приподнимается к потолку или опускается к полу? Какой? Левый? Правый, правый. Поднимается. Поднимается. А у вас? Поднимается. Ага, во-первых, форма дуги другая. Вот так, да? Зубы вот по такой линии сидеть будет. Во-вторых, ширина нижней челюсти. но сломается она, если будет она такой тонкой. А вот этого угла нет. Потому что, если бы он сюда выступал, вы открыли рот и пережали сонную артерию. У вас вот здесь сонная артерия идет. Понимаете? Ага. Поэтому как-то вот так. Вот так. Обязательно наметьте шкуловую тогда будет понятно где ухо, где сустав. Вот так вот. Угу. На затылочек побольше. Давайте. Угу. О, он ваш нахуй только дурь попал. Ну, обратите внимание. Вот у вас отношение высоты через и длину. По мерите очки в два раза. Высота меньше длины. Посмотрите, там получится в два раза на таске. Ну, никак не получится. Так. Угу. Пощупайте вот здесь. Здесь у вас вот прям такой радиус-радиус или все-таки есть уголочек? Есть уголочек. А где у вас здесь уголочек? Ага. Так. Ну и давайте из этого черепа, ну, все-таки, если вы не рисуете негроида такого, махрового, да, то зубы все-таки вот так. Значит, подбородок не здесь, а вот здесь и зубы вот так. Угу. еще раз. А кожу можно делать вокруг всего этого? Ну, в общем, неплохо, потому что редко на голове кости торчат наружу. А наша задача была нарисовать все-таки голову. очень слабо, очень слабо. Очень слабо. вот сюда пойдет вот так. А вот это все-видные отростки были. Вот помните, говорили, к которому крепится как раз. Здесь линия повыше приходит. А здесь она все-таки не такая высокая. Ага. Вот так. Причем учите, что никакого правильного рисунка головы человека в природе не бывает. Скажите, бывают ли люди с абсолютно одинаковыми головами? Нет. Ни с носами, ни с пальцами, ни с ногами. Абсолютно правильных не бывает. У каждого немножко посолено. Но вот такого поля никогда не было ни у кого. И быть не могло. С этим человеком сразу серия пренепринятнейших событий произошло. Во-первых, вы видите, что у него влажные яблоки выскочили из платья. Ровно в тот случай, как-то облажнится в одном месте, а в облажнение облажнение в другом. Во-вторых, обратите внимание, вот опять же, что с ним, его бомбардировали стручены кашками сверху. Почему его сверху стрючили? Посмотрите, она же такая не. Не, не такая. Не такая. А заодно, объясните, пожалуйста, кто ему порвал стеки долг стручили. Попробуйте так углубиться, вот такой смайл, да, чтобы открыть рот за линию зубов. У вас рот открыт существенно за линию зубов. Ребята, можно стилизовать свой рисунок как угодно, ради бога, все равно получится красиво, здорово, весело и так далее. Но просто, если вы при этом понимаете, как сделать изображение приближенное к реальности и его стилизовать, это один уровень вашей свободы. А если вы просто летите, как рука пошла, то вы своим рисунком не управляете. Да. Так. А, разница достаточно важна. положу, могли бы уже разобраться. Значит, во-первых, чего никогда не бывает вертикально от этой точки ведем, да? Смотрите, у вас переносица вперед выпала по отношению к этой вертикали. Смотрим, начальство такое бывает? Нет. Никогда. Переносица сюда провалено. Всегда. А, значит, здесь вот такая у вас впадина. Хоть вы деритесь. Вот такого не бывает никогда. Во-вторых, слишком большое вот это расстояние. Нос реально вот здесь. Вот он. В-третьих, слишком маленький глазик. Глазное яблоко крупный обман. Вот такой. Так что глаз реально занимает вот такое положение. Вот он. Вот так. Так? Вот внес я вот эти изменения и ваша сумма более-менее приблизилась. Стол более-менее, но не совсем. где вы еще набрали. А набрали вот здесь. Обратите внимание, вот смотрите, как ухо устроено. Внешний слуховой проход. Согласны? Вот оно. Скажите, большая часть ушной раковины находится над этим отверстием или под этим отверстием? Показываю. Вот отверстие внешнего слухового прохода. большая часть ушной раковины находится над отверстием или под? Не надо. Примерно равно. То есть вы считаете, что вот это расстояние примерно равно вот этому расстоянию? Ну? Выше побольше. Над, конечно. Как называется, кстати, вот эта часть ушной? Мочка. Совершенно верно. Мочки очень редко полностью прирастают. есть такой тик мочки полностью прирастающая. Как правило, нижний конец мочки свободен. Ну, ладно, вы изобразили прирастающую мочку, бывает, но тогда она вот такого размера. Потому что у вас вот здесь слуховое отверстие, оно под дугой. Так. А вот у вас верхняя граница. Так. Теперь, ну, вы, конечно, нижние челюсти либо узнают куда. Вот где ее угол будет. Соответственно, вот так пойдет линия нижней части головы. Вот профиль этого человека, который вы рисовали. Вот эти линии. Вот этот гладик. Вот эта линия рта. Вот эта линия нижней челюсти. холстер 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 это нижняя череп маловато. конечно, она реально побольше. Зубной ряда примерно такого размера, просто здесь таких высоких зубов не бывает. Они еще срок не закроются. Хорошо, допустим. Общая форма череп. Здесь вы, конечно, намолотили. У вас череп растянут не в ту сторону, какой он растянут у живых людей. Вот так. Вот что-нибудь отросток вот здесь. И ушное отверстие вот здесь. Вот примерно так. Так. уже лучше. Ой, Коля, уже лучше. Но скажи, пожалуйста, где у этого человека подбородочный вырост? И опять же, куда у него девалась щека? Щека вот здесь. Здесь? То есть щека у вас где-то лучше? Да, где-то здесь. Скажите, пожалуйста, а ухо у вас здесь? Нет. А почему? А вы же нарисовали его ровно там. Возьмите линию между глазом и затылками. Так вот, середина затылка глаз. Ваше ухо находится выше этой линии или ниже? Выше. А на самом деле у любого человека? Да, она тоже. Вот. Вот это линия, да? Зачем вы муху туда зашли? Нет там людей. Болу давайте, полу хорошо, честно. Ага, славный черковский выражитель. А вот тогда вы смотрите, как можно, вот это подбородочек, а вот это подбородочек, а вот это начинается уже линия, челюсти, а шейка начнется вот по такой линии, а продолжится вот так. А теперь для того, чтобы показать улыбку, я сделал вот так. Ну и плюс, Катя, ножницы-то у человека есть? Есть. Есть. Вот несколько добавлений, так, и лицо начинает приобретать уже вполне свое неусловное, да, ну а какие-то там, какие вы хотите заложить чертовые. Понятно? Значит, попробуйте поработать с губами, поработать с ноздрями, поработать с уточнением положения глаза и с вот этой линией. Я вам примерно показал сейчас, как мы делаем. Так, ну-ка, смотрим. Значит, ничего имеем. Так что, вот это вот это номер здесь вот здесь мяса много? Немного. Суды взялась вот такая полчаная проверить переносить. Понятно, что не бывает? А еще номер у него есть? А, ну, звенит есть, вот, мамы. Вот, опять же сернатрии, да, а вот оно пронуло. Вот, 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 азычка. То есть, на шангере вот сапога будет ключевая пластиночка, кроме нас.